Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. Клиент номер один. Одно окно Бобрусского горосполкома признано лучшим в Могилевской области. Мы всегда прислушиваемся к мнению наших посетителей и улучшаем качество оказываемых услуг. Какие вопросы помогут решить специалисты? Хотел заработать, в итоге крупно потратился. Таможенники выявили факт контрабанды. Был обнаружен товар одноразовой электронной сигареты в количестве 800 единиц. Сколько придется заплатить горе-бизнесмену? Театральная феерия. Бобруск принимает восьмой фестиваль национальной драматургии. Достаточно много приезжают творческих людей, артистов. Трагефарс или комедия. А также культура земледелия, рост пенсий и аккорды осени. Белорусов ждут теплые выходные, когда пойдет снег. Понятная критика и конкретная установка. Президент посетил предприятие Амкадор КЭС Витебской области. Это единственный в Беларуси производитель миллиардивной техники. Модернизация позволила выпустить новые модели и работать прибыльно. Однако введение санкций стало вызовом не только для завода, но и для всего холдинга. Предприятие оперативно занялось импортозамещением. Как доложили Александру Лукашенко, иностранные комплектующие остались в считанных моделях. Вот на злобу. Миллиардативное сегодня направление. Это для вас экономические направления будут выгодны? Да, Александр Ильич. Мы с Минсельхозпродом работали над созданием целого ряда машин, для того, чтобы полностью заметить импорт. Я помню это. И мы это сделали все. Вот вы увидите сегодня в демонстрации. То есть сегодня ты можешь зайти на болото и провести миллиардацию? Все полностью, абсолютно. Еще с Леонидом Константиновичем начали эту программу, когда он был министром. Ну это понятно. Ну начинал, и будешь продолжать тогда. Вообще-то все медиационные машины приказали жить во всех странах бывшего Советского Союза. Только мы сохранили компетенции. И тоже благодаря вам, что вы сегодня действительно уделяете... Нет, благодаря тому, что ты согласился тогда. Ну конечно, если бы ты не согласился, пришлось бы тебя нагрузить. Да что ж, меня же заставили. Меня же заставили. Меня силами нагрузили. Вот мне надо было. Ну вот видишь, не потеряли два этих предприятия. Люди благодарны. Я вижу тут перспективу. Полигон здесь 400 тысяч гектаров. Сейчас находится в плачевном состоянии. Александр Лукашенко уже поручал удвоить темпы его восстановления. Однако работы идут крайне медленно. При этом глава государства требует смотреть на ситуацию шире. Если земля позволяет зарабатывать, то отношение к ней должно быть соответствующим. Легкие деньги или крупный штраф. Могилевские таможенники выявили факт нелегальной перевозки электронных сигарет. Инцидент произошел в областном центре. Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой совместно с налоговой остановили ладу. За рулем был индивидуальный предприниматель из Гродно. При осмотре грузового отсека данного транспортного средства был обнаружен товар. Одноразовые электронные сигареты в количестве 800 единиц и стоимостью свыше 50 тысяч белорусских рублей. На товар отсутствовали необходимые транспортные и грузосопроводительные документы. По данному факту, Могилевская таможня начит административный процесс. Контрабандисту грозит штраф на 25 тысяч рублей. Китайская вакцина, осенний финал и безбарьерная среда. В Беларуси до конца года выделят 165 миллионов рублей на обустройство условий для инвалидов. Что уже сделано? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Более 80% предложений по проекту АВНС направлены на корректировку норм закона. Есть даже пожелания по участию гражданского общества в работе собрания. В парламенте сделали срез мнений, которые поступили во время широкого обсуждения проекта. Всего пришло более полутысячи рекомендаций. В республике с 1 декабря ожидается перерасчет пенсии. Средний размер составит 670 рублей. Все зависит от стажа. На 5% повышаются все виды выплат по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности и по случаю потери кормильца. Более того, теперь каждый может накопить на вторую пенсию по системе добровольного страхования. 2 миллиона доз, вакцины от коронавируса и столько же одноразовых шприцев выделил Китай для Беларуси. Самолет с грузом уже вылетел из Пекина. С учетом этой партии КНР передал уже более 5 миллионов антиковидного препарата. Еще более 4 миллионов наша страна закупила самостоятельно. 165 миллионов рублей до конца года и более 306 на пятилетку выделят на обустройство безбарьерной среды. Только для инвалидов по зрению устанавливаются речевые информаторы, таблички, кнопки лифта с шрифтом Брайля и мнемосхемы. Укладывается тактильная плитка. Кроме того, в мае минувшего года были приняты строительные нормы, в которые вошли все необходимые требования по созданию доступных условий. Беларусов ждут теплые выходные. Днем до 14 выше нуля, ночью до 10. Однако в начале следующей недели существенно похолодает. Северный ветер откроет дорогу арктическим воздушным массам с дождем и мокрым снегом. Страну накроют туманы и гололедица. Стопик термометра не поднимется выше четырех. В Беларуси снизит ставку транспортного налога. Это касается многодетных и участников боевых действий за рубежом. Однако 50-процентная льгота может быть предоставлена только при наличии действительного водительского удостоверения соответствующей категории. Изменения запланированы на 2023. В этом году внести платеж должны 1,8 млн человек. Это свыше 2,5 млн автомобилей. Для физических лиц на платформе Android и iOS доступно мобильное приложение MNS Mobile, где функционал практически одинаков с личным кабинетом. Платильщик в данном личном кабинете может записаться на личный прием к руководству инспекции. В целом, по имущественным платежам, это еще плюс налог на недвижимость и земельные, квитанции получило почти треть населения Беларуси. В 2022-м приходит единое извещение по всем трем сборам, которое необходимо уплатить не позднее 15 ноября. Нарушителям грозит административная ответственность в размере 40% от взноса. Без формализма и волокиты. Одно окно Бобруского горосполкома признано лучшим в Могилевской области. Через службу можно выполнить 195 процедур. Только за этот год специалистам поступило свыше 8 тысяч заявлений. О вопросах и их решении прямо сейчас. Консультации, справки из государственных регистров, кадастров и банков, оформление документов на получение земельного участка и кредита. Одно окно берет на себя все вопросы. Нет необходимости обивать пороги разных кабинетов и обзванивать десятки инстанций. В этом году служба Бобруского горосполкома признана лучшей в области. Мы всегда прислушиваемся к мнению наших посетителей и улучшаем качество оказываемых услуг. Также хочу отметить, что данный результат является непосредственной деятельностью самой службы одно окно и Главного управления юстиции Могилевского облсполкома, к чьим замечаниям и требованиям мы прислушивались и выполняли в обязательном порядке. Справочная решает проблемы граждан уже больше 10 лет. В этом году заработала электронная очередь. Это помогло упростить и ускорить процесс. Ей воспользовались уже 17,5 тысяч человек. Только за 10 месяцев специалистам поступило свыше 8200 заявлений в сравнении за весь 2021-й без малого 9. Здесь совокупность многих показателей. Это специалисты службы одно окно, которые профессионалы своего дела. Удобный график работы, удобное комфортное помещение для приема посетителей, создание всех необходимых условий, наличие электронной очереди, инфокиоска, безбарьерная среда. Все это являлось показателями определения лучшей службы «Одно окно». За помощью к опытным специалистам ежедневно обращаются больше сотни бобруйчан. Сегодня через службу можно выполнить 195 процедур. И это не предел. Кроме Бобруйского горисполкома, «Одно окно» работает в Первомайской и Ленинской администрациях. Ключевые принципы – бесформализма и волокиты. За какими процедурами обращаетесь? Я работаю в агентстве недвижимости, поэтому сопровождаю клиентов и различные вопросы. Все очень грамотно отвечают на вопросы, помогают разобраться в каких-то непонятных нам ситуациях. Аналогичной службы, где все административные процедуры систематизированы в едином правовом акте, не существует. Обратиться за консультацией можно по номеру 142. Время работы – будние с 8 до 5. Обед с часу до 2. Если есть вопрос, здесь найдут ответ. Карина Гуревич, Максим Галенка, Бобруйск, 360. Долгожданная встреча с Мельпоменой. В Бобруйске стартовал 8-й республиканский фестиваль национальной драматургии. Предшествовала открытие пресс-конференция. В Театре драмы и комедии имени Дунина Марсенкевича собрались представители средств массовой информации, гости, члены жюри и критики. В течение шести дней зрители смогут увидеть спектакли по пьесам белорусских драматургов, классиков и современников. Представят их актеры из Минска, Молодечная, Витебска, Гомеля, Бреста, Могилева и Бобруйска. В конкурсной программе заявлены 8 постановок в номинации «Эксперимент-3». Это такая драматургия, которая поднимает важные вопросы, которая разговаривает со зрителем о серьезных вещах. Ее продвинуть, ее показать и самое главное приучить зрителя, сделать для него эти пьесы интересными. Вот задача фестиваля. Его значение сохранить, приумножить, популяризировать и воспитывать с помощью театра людей-патриотами Беларуси. Достаточно много приезжают творческих людей, артистов. Всего их приедет 263 человека. Посмотрев то, что нам привезут коллеги в других регионах Республики Беларусь, узнав, чем они сегодня живут, о чем думают, что реализуют, какими методами, формами, это также позволит развиваться фестивали и в дальнейшем. И, я думаю, прирастет в новых каких-то проектах, которые будут реализованы не только в Могилевской области, но и во всей республике Беларусь. Открыла фестиваль «Мистическая история» на белорусском языке. Черная пана не свежа. Повествование о призраке молодой девушке, которая до сих пор грудит по замку. Это душа погибшей возлюбленной короля Сигизмунда. Варвара Радивилл. Также в программе Бавруйского феста круглые столы, мастер-классы, читки пьес и лекции. Это хорошая возможность поделиться опытом, обменяться идеями и впечатлениями. Это все и событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»